ты к нам приехала из Москвы я решила открыть ювелирный магазин у тебя не было идеи купить франшизу у тебя сколько маржа будет 100% опыта в бизнесе у меня конечно нет твои расчеты это просто твои надежды и твои догадки деньги мне уже не ты должна понимать реалию женский дилетантский подход короче у нас набегает уже в районе миллиона различных трат это меня реально напугало сейчас мы будем подбирать команду в лучшем случае ты будешь зарабатывать чтобы отдать аренду я запрещаю тебе что-то открывать сколько ты времени сможешь продержаться если у тебя будут убытки ежемесячно это вот я говорю это прыжок без парашюта привет друзья она прилетела к нам из москвы и честно говоря я немного в замешательстве что мы будем с ней делать потому что она полный новичок в бизнесе она до сих пор работает на работе но уже уже заключила договор и совсем скоро откроет свой первый магазин свою первую ювелирную точку так что сейчас я забираю сергея и мы идем навстречу знакомиться со светлана смотрите до конца не переключайтесь и конечно подписывайтесь на наш канал потому что этот сезон будет мега горячий здравствуйте приездом спасибо рад тебя видеть я тоже очень рада вас видеть так света мне так нравится что девушки прилетают приезжают к нам из россии следом за юстиной это смотрела кстати вот ты к нам приехала из москвы ну рассказывай нам с чем ты приехала какие задачи ставь я решила открыть ювелирный магазин точнее сказать в магазин украшений из серебра и частично бюжутерии преимущественно российских заводов изготовителей ну и также быть небольшой ассортимент импортных изделий стесняюсь спросить почему ты решила именно в этой нише у тебя есть опыт какой-то у тебя есть какие-то связи отношения это твоя мечта что это нет ничего из этого мечтой даже не мечтой а решением стала выбор стал выбор моей деятельности как предприниматель у меня очень большой опыт в качестве наемного работника теперь я чувствую что я выросла из этого и хотела бы дальнейшем жизнь свою строить именно так и родительница интересно почему это сфера деятельности во первых мне как женщине очень нравится украшение мне кажется этот сегмент востребованным с каждым днем все более востребованным я вижу рост торговых точек с подобным ассортиментом в москве их все больше и больше и я чувствую что эта сфера мне по силам ну очень такой знаешь женский дилетантский подход мне кажется я тебя понимаю мне тоже много всего казалось и могу сказать что в жизни как минимум тысяч сто баксов я спустила на вот это нет больше вспоминаю свой опыт больше 1200 я спустила со словами мне кажется потом я перекрестилась и подумала что желательно что в следующий раз мне не казалось а у меня были какие-то объективные факты ты проводила какой-то анализ рынка общалась с людьми которые возможно работают в этом сегменте понимаешь ли реально как выглядит картина потому что формат того что открываются точки это как бы ни о чем многие люди совершают какие-то действия оглядываясь на других просто потому что им кажется и потом точно так же они закрываются я думаю что огромное количество людей сейчас могут в комментариях написать как им тоже казалось и мы писем очень много получаем и потом они в ужасе все закрывается давай вот по поводу тебе кажется да я мониторила так скажем продажам подобных подобного ассортимента значит мониторе я посещала разные торговые центры на протяжении часа-двух наблюдал за определенной подобной точкой продаж читала сколько людей проходит мимо сколько из них подходит интересуется сколько из них покупает иногда подходила и смотрела на какую сумму покупали люди украшения кроме того я поговорила с одной из продавщиц подобной точки она мне рассказала самые ходовые ассортименты о спросе рассказала о ну цифры она не называла выручки но не сложно было посчитать в общем то мне этого хватило для того чтобы сказать да я хочу ювелирную точку себе у меня все будет круто нет того чтобы убедиться что это не не должен быть абсолютно провальным вариантом опыта в бизнесе у меня конечно нет у меня нет связи и знакомств поэтому я решила подстраховаться ну во первых я обратилась к вам людям у которых огромный опыт предпринимательства реальный опыт я смотрела ваши бизнес шоу и смотрю и я вижу все ваши советы абсолютно действенны каждое слово ценно нет никакой пустой болтовни так скажем и кроме того вы привлекаете экспертов очень уважаемых и тоже достигших результатов я открываю до планируя открывать мы уже практически открыла я расскажу вам что я сделала а там фотографию который ты прислала это визуализация была да да это уже дизайн-проект готовый утвержденный там ошибка есть слове серебряная спасибо тамара валерьевна которая научила меня деревянные оловянные стеклянные слова исключения а прочие слова пишут с одной буквы вот это кстати говорит о том что безграмотный чувак или тетечка которая тебе это делал да вот так что пол окей но я думаю ты не за этим пришла к нам шоу чтобы выявили грамотическую ошибку хорошо а ты сделала визуализацию или ты уже изготавливаешь это оборудование уже изготавливала оборудование договор заключила внесла деньги да то есть сейчас твой план ты открываешь островок сколько квадратных метров 66 квадратных метров ты арендуешь торговом центре в москве и хочешь там начать продавать ювелирные украшения какая арендная плата 185 тысяч 185 тысяч месяц месяц и плюс тебе надо два продавца да это еще сколько планируешь оплатить на первые два месяца фикс какой 40 тысяч рублей 80 185 плюс 80 считаю 265 сколько стоит оборудование остров сам стоит 22 тысяч проект еще 30 тысяч короче у нас набегает уже в районе миллиона различных трат тебе нужно 300 тысяч каждый месяц для того чтобы оплачивать свой бизнес что будет если у тебя допустим ну ты будешь продавать меньше чем ты рассчитываешь ну понятно что деньги мне придется вливать дополнительные своего кармана но дело не в этом по итогам первого месяца какой бы ни была сумма продаж я должна буду понять в чем дело правильно я двигаюсь за этот месяц я должна буду насобирать пусть небольшую но статистику по спросу может быть у меня неудовлетворенный спрос очень большой и украшение которые я представляю бренда это совсем не то что нужно хотя я говорю о том сколько ты времени сможешь продержаться если у тебя будут убытки ежемесячные например у тебя в месяц 200 тысяч вместо того 300 тысяч у тебя до там расходов а ты покрыла только половину например 150 тысяч у тебя убытка в месяц примеру сколько так месяцев сможешь продержать я думаю вместе три и все но за эти три месяца я рассчитываю продавать откуда ты рассчитываешь как ты это рассчитываешь каким образом ты это рассчитываешь ты надеешься да пожалуй да то есть получается что твои расчеты это просто твои надежда и твои догадки то есть ты думаешь что наверное люди должны столько да это предположение да судя потому что я наблюдал какого месяца планируешь заезжать у тебя договор аренда заключена это через 30 дней через 30 дней это месяц это ты конец октября у тебя получается хороший ноябрь декабрь и абсолютно провальный январь в ритейле ты знаешь об этом да но вот я говорил с продавцом она говорила что январь и февраль тоже достаточно прибыльные месяцы вопрос следующий на какую сумму ты сейчас будешь делать закупку и каким образом эта закупка будет происходить это берешь под реализацию или ты выкупаешь этот товар выкупаю товар не под реализацию где-то на 250 тысяч 250 тысяч рублей это у нас сколько в долларах давайте будем переводить потому что наши люди смотрят на разные меньше 4000 по сегодняшнему курсу где-то до 7000 рублей насколько много это товара получается ну это много много твои прилавки будут достаточно забиты да я уже на том что я знаю оптовые цены я уже связалась поставщиками и зарегистрировалась у них как оптовый покупатель там цены я знаю ну цены ты знаешь замечательно просто хочу понимать что ты знаешь ритейле ты ходила на какие-то тренинги по ритейлу вообще ритейл сам по себе как нишу ты изучала потому что ритейл это совершенно отдельная история продажи в магазинах ну совершенно другая история существует большое количество всяких нюансов в этой теме ты что-то изучала или нет я работала в компании даже в двух компаниях оптово-розничных собственной сетью магазина и были тренинги корпоративные но наверное речь идет о других тренингах у нас были тренинги по продажам и по розничным и по оптовым продажам по коммуникациям с клиентами по разрешению конфликтных ситуаций а вообще по принципам ритейла по расставлению товара потому какой должен быть товар потому как каким образом он должен тестить осмотреться потому что например ну ювелирные товары это все то что мы видим в витрине да правило это нельзя потрогать в каком месте ты собираешься располагаться какая ценовая категория этого торгового центра что это это торговый центр выше среднего уровня это где-то центр москвы нет это не центр это хороший район ты юго-западная метро юго-западная торговый центр называется авеню юго-западная наверное мне еще прибавляет уверенность то что это очень хороший торговый центр там магазина высокого уровня и там нет островов ни одного острова с ювелирными украшениями тебя это не насторожило почему там нету ни одного острова с ювелирными украшениями если это магазин хорошего уровня никому эта идея в голову кроме тебя не пришла нет он открылся недавно этот торговый центр и возможно вот такие вот мелкие островки отпугивая высокая арендная плата то есть ты думаешь люди которые открыли уже островки в других торговых центрах особенно компании у достаточно большое количество сетевых компаний у которых есть деньги на то чтобы открываться то есть они их просто напугала высокая арендная плата поэтому они туда не пошли но у крупных сетевых компаний есть франчайзинговая сеть вот их франчайзи они очень ну вероятно они подобны мне и они ограничены в средствах потому что я ходила по разным торговым центром я видела представителя таких вот крупных сетевых ювелирных магазинов но я знаю какая там арендная плата она практически бесплатная арендная плата и мне предлагал подобные торговые центры местам но поговорив с продавцами там другими других профилей островков мне все говорили что трафика нет совершенно нет выручки все работают в быток и планируют съезжать у тебя не было идеи купить франшизу какого-то производителя я думала об этом но нет я не хочу воплотить роялти постоянно и что входит во франшизу я изучала разные франшизы но я не вижу ценности для себя что я там покупаю самая главная ценность наверное это тот маркетинг который делает торговая марка которая более-менее если известная например ты свою торговую марку серебряная шкатулка тебе нужно как-то продвигать они никто не знает ну например в киеве есть там киевский ювелирный завод которые там очень сильно рекламируются за это наверное франчайзи ему кладет роялти за то что борды покупает еще где-то там на радио на телевизоре рекламу и таким образом людей же доверия к торговой марке сформировалась в этом плане и наверное я думаю что для своих франчайзи они могут давать условия гораздо лучше чем просто для каких-то оптовых закупщиков вполне возможно они же все-таки должны их поддерживать друзья вы очень много спрашиваете последнее время по поводу мышей которых вы стали видеть в кадре а кто-то уже помнит что уже достаточно давно у меня была идея реализовать таких мышек и начала это делать потом оставила в общем-то на какое-то будущее сейчас будущее наступило я хочу вам рассказать о том что же это за мыши какое-то время назад мне захотелось создать какую-то памятную игрушку мы специально наняли дизайнера человека который придумал ее задумку как она будет выглядеть и фишка ее заключается в том что мы вот она выглядит вот так мы можем ее разукрасить абсолютно под любой интерьер можем разукрасить ее корпоративно можем разукрасить ее там с вашим именем похожую на вашу подружку и в общем-то вручить и подарить ее это как шикарный такой подарок либо же сувенир себе как видите у нас есть мышки они стоят у нас в интерьере и конечно же мы тоже продаем этих мышей а также делаем их под заказ поэтому если вдруг кому-то из вас хочется иметь такую красоту вот к примеру вот эта мышь она упакована в большую красивую такую дорогую коробку она стоит всего лишь 1000 гривен это там 30 с хвостиком долларов вот такая красота может у вас стоять и быть во первых напоминанием может быть обо мне во вторых очень классно ходить ваш интерьер потому что повторюсь ее можно расписать под вас наши художники это делают это конечно не мой бизнес как вы понимаете это скорее хобби увлечение но мне просто нравятся вот такие позитивные вещи поэтому я оставлю под видео ссылочку на страничку в инстаграме где этих мышек больше и вы можете собственно посмотреть если у вас есть желание заказать или написать свои пожелания и вопросы менеджеру чьи контакты там тоже указаны лично мне не всегда поднимает настроение и греют меня какой задачи ты ставишь перед нами ты приехала ты уже принял решение открывать ты уже практически открываешься да так или иначе уже я так понимаю работаешь там над брендом над упаковкой над всеми этими вещами если через 30 дней тебе нужно открыться у тебя соответственно уже многие вещи есть и чтобы ты хотела получить от нас но я хотела бы не ошибиться во всем что я делаю и хотела бы это сделать качественно и на качественно не ошибиться или качественно сделать что именно качественно сделать все я бы хотела чтобы вы помогли мне и сопровождали меня на каждом этапе то есть по сути мне нужны реальные наставники смотреть ты пришла ко мне сейчас ко мне к сергею сделав уже те шаги которые бы я как наставник тебе сказала не делать сейчас понимаешь я сейчас если бы ты пришла ко мне без всего этого я бы тебе сказала что сейчас первое как минимум месяц-два я запрещаю тебе что-то открывать до тех пор пока мы с тобой из разряда мне кажется не получим точное подтверждение понимания того что плюс-минус мы ожидаем значит я тебе рассказываю такую интересную вещь мне казалось запуская цветочный пути что у меня будут покупать мне казалось что я сделаю лучшую упаковку лучший продукт лучше цену у меня есть база клиентов у меня есть люди которые меня смотрят читают хотят меня потрогать у меня есть команда и баханные несколько десятков тысяч долларов продукт огромное преимущество перед теми компаниями которые запускаются и вот мне казалось что когда я это сделаю начиная с интернет продаж то поставив цветы как минимум совершаем закупку поставив цветы по закупочной цене я точно продам букеты ну точно продам букет и если ты читала мою книжку если даже не читала это не меняет факта что закупка в полторы тысячи долларов у меня умерла мне не купили ни одного букета несмотря на то что мы включили рекламную кампанию мы сделали сайт который как мне казалось лучше всех остальных у меня были бизнес знаний и прочие вещи короче мне казалось что ну это беспроигрышно по крайней мере я отобью деньги и через полторы недели мы когда выбросили последний букет а оказалось что мне это казалось дальше пошла система с ритейлом мне тоже казалось что открыв сейчас классные понятные бутики с понятным товаром а с понятной упаковкой по понятной цене сочетание цена-качество это должны люди покупать и минимум наш был такой что 5 букетов в день среднем чеком 1000 гривен это меньше 50 долларов мы точно продадим ну течение первой недели мы научим людей покупать первый месяц у нас был не то что минус у нас был жесткий минус и у нас не покупали например покупали один букет или не покупали ни одного букета но святому выбросили на несколько тысяч долларов за первый месяц это я тебе говорю о том что мне казалось и в офисе сидела команда из шести человек работали маркетологи которые меняли рекламу все время анализировали в интернете работали упаковщики работало несколько флористов старший флорист жил я самостоятельно делал закупки вместе с ним работали ребята которые занимались отдельно снимали все эти букеты со светиком выставляли по соцсетям сработала огромная команда что дало нам большие убытки естественно но мы понимали это мы хотели найти как бы решение мы его искали наверно только через полгода мы уже адекватно выплыли понимая вообще что мы создаем все что мне казалось мне стоило денег поэтому сергей изначально задал тебе вопрос сколько времени ты сможешь продержаться я сейчас тебе это говорю не для того чтобы тебе ужас какой-то вызвать а для того чтобы ты же сама говоришь мы говорим все по существу я могу этим опытом сегодня с тобой поделиться не на уровне казалось и то как будет у тебя не факт что тебя будет также но я бы перед тем как нырять вот с этого моста я бы все-таки посмотрела изначально поговорила бы с людьми которые там плавают даже пришла к нам ты говоришь вы разговариваете с экспертом почему мы изначально не можем пообщаться с экспертами с людьми которые уже прошли этот путь которые могут нам рассказать что там будет я бы точно не торопилась но ты уже совершила ряд действий и назад дороги нет я правильно понимаю да деньги мне уже не деньги тебе уже не вернут поэтому на деньги ты попадешь по-любому вопрос сумма и вопрос будет ли это опыт который станет фундаментом для твоего ювелирного дела или это будет опыт который станет фундаментом для другого твоего дела потому что ты разобьешься я не гарантирую тебе вообще того что рядом с нами у тебя все будет зашибись по той причине что я не знаю эту нишу и я привыкла уже научилась научилась уже все-таки перед тем как нырять немножко изучать местность это то чего ты не сделала вот это изучение она это не было изучением это было изучение девочки дебютантки тебя в данном случае испортила наличие денег ситуацию тебе подпортил а если у тебя денег не было ты бы дольше крутилась у тебя были деньги есть еще деньги чешутся руки их куда-нибудь отдать вложить кажется что они через пару месяцев тебе принесут не знаю эта рулетка вот сейчас эта рулетка тот опыт который у нас есть мы с сергеем с удовольствием с тобой поделимся все что мы сможем сделать мы естественно сделаем но а что будет учитывая то что ты приняла решение нырять уже и уже в процессе ты летишь я не знаю это не личные продажи какие-то где там можно как-то пойти договориться тут идет поток людей сумасшедший поток да они там из метро может идут к метро идут еще по каким-то делам и тебе кажется что из такого потока пять человек то в день должны купить по логике это копейки ты думаешь это самое плохое они покупают они не покупают они проходят и ты и ты никак их не составишь мы ставили этих мы мы ставили там разные им активности делали там эти раздавали карточки с предсказаниями брали них контакты мы увлекали их во всякие игры они играют но не покупают когда мы в ритейле поняли и вышли там на 100 долларов в день стабильных продаж и мы поняли сколько усилий нам вообще пришлось для этого приложить и это нечистые это нечистыми 100 долларов это выручка и получается что нам нужно отдать продавцу нам нужно заплатить за аренду за место нам нужно товар у нас есть да и когда мы вообще поняли усилия мы поняли что с теми например бюджетами которые мы хотим для себя зарабатывать это вообще это убийство какое-то просто полное убийство и по логике когда ты размышляешь ты думаешь что сделать в десять раз больше элементарно ну я просто сделаю классно мы думали у них продавцы спят у нас не спят у них так у нас телефоны запрещены у нас по инструкции по скриптам все хватают рассказывают объясняют в интернете что самое прикольное было интернет делал все потому что в интернете средний чек в отличие от розницы у нас был 100 долларов за букет у нас были букеты по 300 400 долларов то чего в рознице например никогда не покупали и наш интернет вытягивал всю розницу мы задали следующим вопросом какого черта мы вообще полезли в розницу если мы могли спокойненько себе например жить в интернете это вообще уже не наша история была мы уже это понимали но по крайней мере в интернете нам все давалось гораздо легче так вот я говорю тебе о том что ритейл это такая загадка разгадать которую очень непросто я начала общаться тогда с многими сетевыми крупными компаниями большими магазинами которые стоят в разных торговых центрах и узнала что у них где-то так треть магазинов убыточная которую они иногда закрывают где-то иногда где-то пробуют и часть магазинов есть которые вытягивают но какого-то фантастических историй о ритейле я ни разу не услышала единственное что я слышала как было здорово когда-то как было когда-то хорошо да я говорю тебя об украинском рынке не а российском когда мы начинали цветочный бизнес мы удивлялись почему люди не делают у нас был прям целый список выдумали придурки почему они этого этого дамы сейчас так вот опыт показал мне что оказывается не я одна умная и оказывается что когда люди чего-то не делают а в нише полно других конкурентов они это не делают не потому что они глупые а потому что они уже имеют опыт за мной тоже многие люди наблюдали коллеги там в этой сфере и улыбались и потом приходили мне говорили олька мы все думали когда до тебя дойдет нельзя отсюда выжить больше чем это возможно а ты пытаешься выжить невозможно данной в данной нише у нее есть одно преимущество у нее не вянут украшения однозначно это это точный плюс но мы говорим тебе то о том что результат может быть самый непредсказуемый это не значит что тебе нужно готовиться к смерти изначально и думать сейчас у меня ничего не получится нет нельзя но ты должна понимать что эта история может не состояться она может как радужно начаться точно также радужная и закончится и то что меня напугало это то что в этом торговом центре нету твоих конкурентов это меня реально напугало потому что я более чем уверена что это не просто так это что люди с ювелиркой стоят в торговых центрах где арендная оплата как ты говоришь почти на нулях и оттуда думают съезжать и говорят у нас плохая проходимость ты знаешь я каждый раз слышала от женщин да он у меня вообще придурок и дурак и мне вообще с ним тяжело мы каждый раз можем рассказать и объяснить почему вот с нами рядом что-то не происходит когда в россии мы хотели открыть франчайзинг мы приехали сергеем изучать торговые центры у нас была девочка в москве у нас была девочка которая занималась поиском там мест и мы у нее была проблема мест не было ну в торговых центрах она остановилась в очередь она наняла какую-то дорогущую компанию которая подыскивала места потому что она не могла сама стать ну по крайней мере так такая была у нас информация и мест просто не было потому что в хорошие торговые центры всегда стоит очередь из людей которые по ниши до определенной которые хотят туда попасть поэтому то что ты сказала в очередной раз меня напугало то есть не порадовало возможно у меня сейчас пессимистический взгляд но только такой потому что в прошлом году вместо того чтобы купить себе bentley я открыл цветочный бутик три штуки да и один bentley и три штуки и один bentley эти говорила ну вот наш опыт в ритейле ну что вот я лично вынес из ритейла да посмотри если ты пройдешься по внимательно по торговым центрам то увидишь что в основном везде стоят одни и те же бренды то есть выживают в основном большие крупные франчайзинговые сети у них очень высокая наценка очень большая маржа вот у тебя сколько маржа будет сто процентов 200 300 там в зависимости от бренда я думаю у них у них тысяча и больше вот они потому что они огромные они по всему миру стоят у них очень дешевое производство да и большая наценка вот первое второе у них сумасшедший маркетинг то есть их люди знают они визит ну потому что они везде они в какую страну не поедешь в торговый центр зайди одни и те же стоят в основном повторяются вот они выживают те что появляются какие-то не очень известные они какое-то время постоят постоят потом закрываются мелкие такие вот вроде нас вот держатся до тех пор пока у владельца есть деньги это содержать или терпение как правило они все ну вот насколько я знаю у меня у самого было к я когда занимался строительством мне были доли в нескольких торговых центрах я как человек который со стороны владельцев да я наблюдал как люди которые у нас стоят они в основном все даже если они что-то зарабатывают они зарабатывают ровно столько чтобы заплатить аренду все какой-то прям о прибыли никто не говорил если люди за аренду заработали они уже рады чтобы отдать торговому центру в лучшем случае вот мое мнение да на девяносто девять процентов в лучшем случае ты будешь зарабатывать чтобы отдать аренду это вот то есть ты будешь работать как крутиться вот это хороший сценарий это хороший но это мое такое предположение дistor чтобы было да просто мой опыт всего вот это вот и наблюдение за другими людьми которые в ритейле вот в ритейле ты не можешь сделать с человеком. Вот он проходит мимо, вот ты его не схватишь, не заставишь, вот не смотивируешь никак. И ты можешь с ним вступать в контакты, он может нравиться, он может с тобой фотографироваться. Он может сказать, я обязательно приду, да, когда-то. Может делать тебе комплименты, все, все это. Но активно поднять продажу, если ты не бренд и, ну вот если ты не бренд, я поняла, что это очень тяжело, с каким бы то ни было товаром. Ювелирка, товар тоже достаточно специфический. Если каждый сезон девочка покупает новые штаны, маечку, кофточку, там еще какую-то прочую вещь, то ювелирка это в принципе то, без чего человек спокойно может жить, да. Ну там, я, например, спокойно могу жить. Розничные большие сети открывают ювелирные производители, потому что им куда-то надо сбывать свою продукцию, да. Они открывают сначала свою розничную сеть, потом начинают франшизы продавать. Все это работает как бы на одну, вот на один этот ком, который они накручивают. У тебя денег только-только есть на то, чтобы открыть одну точку и продержаться там пару месяцев с ней. Все. Это, вот я говорю, это прыжок без парашюта, скорее всего. Ну и учитывая то, что ты никогда в этом это не делала, не продавала, у тебя одни догадки, просто у тебя надежды, что случится как-то все хорошо. Ну теоретически может быть так и произойдет, но ты должна понимать реалию. Потому что если бы ты сейчас сказала, у меня бесконечное количество денег, папа или мой муж готовы это финансировать, мы бы сказали, ну давай ты себе определишь количество времени, которое ты в это поиграешь. У Истины, ты же помнишь, да, у нее было финансирование, да, ее финансировали, спокойно закрывали ее убыток в салоне. То есть для человека, который это финансировал, для него это не проблема была там эта сумма, там 200 тысяч рублей или 300 в месяц отдать, чтобы вот он был просто салон. Ну и то Истина как бы рвала металла, ну и товарчик у нее такой помоднее, да, скажем так. Это нужно сейчас очень четко осознавать и понимать. У меня к тебе только один вопрос. Зачем ты заплатила аренду? Когда? Вчера. Вчера ты заплатила аренду. То есть ты заплатила за первый месяц и за последний или за два последних. То есть три месяца тебе стоять. Тебе стоять ноябрь, декабрь, январь. Добрый, добрый ты мальчик. Не, ну как раз она будет это время у нас. У тебя есть понимание. Мы понаблюдаем за этим, вот за всем. Нет, за два последних договор на 11 месяцев, на 11 и 10. То есть тебе их вернут только в том случае, вернее, ты их можешь использовать, если год простоишь. Да, ну, если... А нет такого по договору, что ты должна предупредить там за какой-то вещь? Мы уже начинаем, короче, готовить этот корабль. Да, я поняла. Нет, только найти взамен себя и кого-то можно. И то, если они, если торговый центр. Значит, у тебя теперь, ты прыгнула без парашюта, у тебя один путь искать этот парашют. Соответственно, нужно думать тогда сейчас над тем, что у тебя есть ритейл, точка для ритейла. У тебя однозначно будет шикарный опыт. Ты должна быть готова к тому, чтобы рвать, метать, но понимать, что если вдруг что-то пойдет не по плану, тебя это не убьет. У тебя же это не убьет? Нет, я не боюсь провала. Это хорошо. Это уже хорошо. Ну, потому что, почему мы так о плохом? Мы преднамеренно тебе говорим правду, которую мы знаем, для того, чтобы ты серьезнее отнеслась сейчас к делу. И, возможно, заранее, хотя бы сейчас, то, что мы могли исправить, мы исправили. И, наверное, первое, все-таки, раз мы уже прыгаем, первое, что я тебя попрошу сделать, это о чем внимательно подумать. Это, во-первых, о своем ассортименте очень внимательно. И, возможно, первое правило, которое в ритейле я усвоила, не бывает там много. Чем более разнообразный изначально ассортимент ты сделаешь, причем желательно, если ты научишься работать с людьми под реализацию, чтобы ты могла что-то попробовать, не выкупать все, а попробовать. Чем больше ты напихаешь свои полки и дашь людям возможность показать, что им интересно, тем лучше. И чем скорее ты это сделаешь, тем тоже лучше. Потому что, когда мы запустили свой ритейл, и мы поняли, что цветы – это очень мало, что нужно искать товары, которые, во-первых, в нашем случае у нас была беда, они пропадали, а во-вторых, в которых будет максимальная маржа и которые для людей будут максимально интересны. И чем шире ассортимент, повторюсь, если у тебя нет бренда, тем лучше. Поэтому изначально сейчас первое – подумай над тем, каким образом ты можешь разнообразить свой ассортимент. Для того, чтобы договориться с людьми под реализацию, очень многие люди так работают, чтобы у тебя, по крайней мере, была возможность предложить людям максимум и посмотреть. Не ждать через месяц, месяц прошел, оказывается, я что-то не то закупила. Второй момент – я бы поговорила с производителями и нашла бы те компании, где не нужно выкупать товар, а где, опять-таки, можно взять под реализацию, пусть с меньшей маржинальностью, но зато у тебя будет возможность, если что, этот товар куда-то вернуть. Лучше действует с умом и где можно деньги не тратить изначально, не тратить. Мы в пингбаре нашли достаточно большое количество в свое время людей, которые были готовы давать нам под реализацию товара. И это очень помогло, потому что мы сразу смогли понять достаточно быстро. Понятно, что этот товар нам нужно покупать, он у нас классно продается, а этот товар, он у нас просто лежит. Поэтому я бы тебе рекомендовала сейчас… Ты ничего еще не выкупала? Нет, ничего. Вот. Я бы тебе рекомендовала сейчас поискать именно таких партнеров, начать с этого. Пусть у тебя будет меньшая маржа для начала, но, по крайней мере, ты будешь знать, что у тебя товар, деньги находятся не в товаре все, который ты не можешь продать. То, что ты можешь продать, все, ты смело выкупаешь. Это как бы грамотные правила продаж, в принципе, для всех абсолютно. Вот это точно то, что я тебе рекомендую делать. Что ты планируешь продавать? Ну, среди брендов есть очень востребованный, в России, по крайней мере, бренд у 15-летних девочек, у 30-летних женщин. И я постоянно наблюдаю, что его действительно подходят и покупают все. Импортный завод ювелирный, он в России представлен официальным представительством оптовым, ну, то есть осуществляющим оптовые продажи. И вот наблюдая за продажами чужого YouTube магазина ювелирного, я могу сказать, что там просто на расхват идет именно это. Ну, это замечательно. Продавать можно через любой канал. YouTube – это шикарный канал. Вопрос просто в том, если у тебя средства на команду, потому что если ты это сама планируешь там снимать, делать, ты просто порвешься физически. Как бы все хорошо делать, знаешь, поэтапно, да, потому что одного ритейла сейчас, когда ты запустишься, тебе хватит с головой для того, чтобы пока погрузиться и что-то там попробовать выстроить. То есть тут момент именно ресурсов и времени. Конечно, можно нанять классную профессиональную команду, если есть для этого средства, которая будет отдельно заниматься YouTube. Вот я сегодня занимаюсь YouTube, и я тебе скажу, Сергей мне очень часто задает вопрос, а что ты с этим? Ты с этим назначила, а с этим сделала? Я ему говорю, Сережа, съемочная неделя вообще ничего не назначила, просто не успеваю ничего делать, полностью живу в этом YouTube. То есть любой ресурс, который ты развиваешь, он отнимает огромное количество времени. YouTube, в чем его минус? В том, что он никогда не заканчивается. Ну, то есть, понимаешь, там ритейлы, тренинги, еще что-то ты там записал, упаковал, и все, и кому-то отдал продавать. YouTube такое дело, что, особенно если ты сама лично в кадре, то он никогда не заканчивается. Сделал один выпуск, это телек. Ты живешь от одного до другого, от одного до другого ничего не заканчивается. Когда откроешь, максимально работай сама продавцом. Если будут работать продавцы, они тебе рассказывают все, что угодно, но не только не то, что есть на самом деле. Только когда ты сама поработаешь, ты пообщаешься со своими клиентами, ты будешь хоть как-то понимать, что происходит. И то, может быть, не всегда будешь понимать. Потому что они могут отлично общаться, говорить, что очень нравится, но не покупать. Я задала тебе вопрос по поводу твоего ассортимента, к тому, что можем, например, если ты работаешь в Инстаграме, да, решаешь продаваться в том числе в Инстаграме, развивать. Это проще, чем YouTube все-таки. И ты делаешь подарки, к примеру, лидерам мнений. Есть ли у клиентов, поскольку это не авторская все-таки вещь, могут ли они загуглить и купить это у кого-то другого легко? Да, могут. Вот, в этом есть как бы нюанс, да, то есть тут либо думать о преимуществе, которое они получают в виде подарка, скидки или еще чего-то. То есть это вот тот момент, когда я говорю не о чем-то авторском. Потому что когда человек написал тебе картину, соответственно, люди хотят этого человека. А когда это сережки, которые продаются везде-везде-везде, и ты их подарила, то все посмотрели, какие классные сережки, но пошли купили в магазине, у которого ниже цена там, или который под дома. То есть типа Пандору развиваем, да, не важно, где вы купите, это как бы реклама всего бренда. Вот тут есть, конечно, нюансик такой. А есть какая-то у людей все-таки причина купить именно твое? Просто ты считаешь, что ты подобрала наиболее оптимальный ассортимент из того, что есть? Я исходила из того, что в каждый торговый центр люди приходят за покупками. Ну, как правило. Учитывая, что этот остров на втором этаже, да, есть просто гуляющие, любопытствующие. Но тем не менее люди, которые же потрудились подняться до второго этажа и проходят, там тоже достаточно хороший трафик. Они готовы что-то купить. И бывает импульсивный спрос, бывает на украшения, особенно если они доступны по цене. И вот поскольку здесь есть под носом такой магазин, то они купят у меня. Вот из этого я и схожу. Ну, давай проверим. Спорить с этим бесполезно, потому что только вот практика покажет, так это или нет. Мы можем думать так, ты эдак. Это вообще не важно, что мы думаем. Да, клиент, есть факт, клиент либо покупает, либо нет. Нет, просто мы сегодня хотели снять с тебя розовые очки для того, чтобы ты, повторюсь, серьезно отнеслась к этому действию, была готова ко всему и максимально сейчас думала не о том, как еще отдать и потратить деньги, а максимально думала о том, каким образом этот опыт может для тебя быть максимально безопасным. Поэтому мой тебе совет попытаться всеми способами найти возможность поработать с людьми под реализацию. Возможно, с минимальным выкупом и все равно с реализацией. И подобрать для себя сегодня максимально широкий ассортимент, подумав о том, что еще люди могут покупать. Какие заколочки, резиночки. Я раньше страшно смеялась с людей в ритейле, когда ты заходишь. Я говорила, Сергей, почему в цветах куча этой херни какой-то стоит, которая, ну вообще, куча каких-то подарков еще. Я очень хорошо потом поняла, почему они не вянут, они заполняют место, и на них очень хорошая маржинальность. Есть всегда логические ответы. Второй мой совет, который я тебе могу дать, создай вакансию продавца. И создай вакансию человека, который занимается франчайзингом с ритейлом. Короче, создай все возможные вакансии, связанные с ритейлом, где ты можешь пообщаться с людьми, которые уже руководили сетями франчайзинговыми, ювелирными. Кто каким-либо образом связан с ритейлом и с ювелиркой. Посмотри внимательно все, что есть, и создай такие вакансии. И проведи собеседование. Самое главное, задавай все вопросы, подумай, какие тебе могут быть интересны, о количестве продаж, о том, что было в этом торговом центре, о том, почему там нравилось, не нравилось. Люди самые разные расскажут тебе самую разную информацию. Тетечка, которая продает, расскажет тебе все, что происходило там, почему ей не нравилось, сколько раз к ней подходили. Какая выручка была. Какая выручка. Какие расходы. Все вопросы, собеседование – это крутая вещь, потому что ты, когда нанимаешь на работу, не должна стесняться задавать любые вопросы, а люди, когда приходят к тебе, они чувствуют себя обязанными все тебе рассказать. И это будет сейчас твой такой подбор информации, такой более реальной, да, в Москве, по твоей тематике. Ты каким-то образом начнешь понимать, что происходит. Второй момент – это подумай внимательно над ассортиментным рядом и еще, да, и повстречайся со всеми, с кем возможно, на личные встречи приди и постарайся договориться со всеми людьми о том, что ты поработаешь с ними на каких-то не совсем денежных отношениях. То есть это как бы второй момент, который, ну, как по мне, очень важен. Возможно, ты найдешь еще кого-то. Чем больше в ритейле у тебя будет маржа, найдешь кого-то 400-500, может быть, ты найдешь еще кого-то хендмейд, условно говоря, которые делают красивые обручи, и ты можешь на них зарабатывать 500%. Разнообразь. Дай возможность себе, вообще не исключая такого варианта, что ты потом весь ассортимент, который ты хотела, уберешь и начнешь продавать что-то другое. Такое тоже бывает. Вот изначально дай возможность людям повыбирать и посмотреть себе не то, как ты представляла, а то, как это будет в реалии. Если ты это не выкупаешь, ты всегда в любой момент можешь от этого спокойненько избавиться, забрать это со своей витрины и как бы спокойно себя чувствовать. Если вдруг нас смотрят какие-то люди, ювелиры, которые готовы, чтобы мы пришли к вам и вы рассказали лично, тоже обязательно нам напишите, кто знает. Мы со своей стороны постараемся устроить тебе интересные встречи и с производителями крупными, и с мелкими, для того, чтобы они также поделились своими историями. Конечно, в твоем случае будет сейчас сложнее, потому что тебе нужно будет не просто слушать, а у тебя осталось 30 дней для действий. Но ты сама себе подписала это, значит тебе это нужно. Правильно? Значит, этот шаг нужно было сделать. Ты могла этого не сделать, ты это сделала. Значит, так надо. Сделала именно вчера, наверное, чтобы как-то ты хотела подсознательно отрезать все пути, чтобы… Ты не хотела, чтобы мы тебя от этого отговорили? Нет, я очень вам доверяю. Я бы в любом случае… Я понимаю, что вы правы. Все, что вы мне сейчас говорите, то же самое говорил мне мой муж. И он говорил мне, дождись поездки и посоветуйся со своими наставниками будущими только после их одобрения, неодобрения, приступая к действиям. Мне казалось, что это очень несерьезно приехать и свалить всю ответственность на вас, а я сама приехала, ну вот ни с чем, ничего не сделала. Ну, молодец, сделала. Это в любом случае твой опыт будет шикарный. Ну, опыт чем хорош? Дорогой, потому что он очень хорошо усваивается. Да. Кто бы что нам сколько ни говорил, мы все равно все усваиваем только после того, когда мы за это заплатим. Вот. Поэтому, ну, я не пессимистично настроена, я реалистично настроена. Я за то, чтобы, знаешь, смотреть на бизнес реальными глазами. И могу тебе сказать, что много раз вступала куда-то, о чем потом как бы жалела, но понимаю, что если бы не все это, то я бы не становилась тем, кем я становлюсь. И, возможно, следующие проекты не делала бы уже гораздо успешнее. Поэтому вполне возможно, что в твоем случае это будет опыт, с которого начнется твой триумф. В этой или в другой нише, так или иначе. Давай будем на это рассчитывать, на это смотреть. Сейчас я хочу, чтобы ты максимально все, что ты делаешь, что нам присылала, все, что касается твоей упаковки, твоих визуализаций, все, что у тебя есть, какие-то мысли, присылай. Мы хотя бы будем смотреть сейчас, да, на этом этапе. И проведи, пожалуйста, сейчас все эти задания, да, которые мы тебе сказали. Я думаю, что сейчас как раз наш формат будет больше в поддержке, да, ты можешь нам писать, ты можешь нам высылать все, то есть ты можешь с нами советоваться, да, все вопросы, которые у тебя будут, пожалуйста. И вообще все, что ты делаешь, мы готовы тебя поддерживать в этом. Нам сейчас сложно тебе дать больше каких-то рекомендаций, потому что ты запустила уже процесс, нам нужно увидеть уже этого ребенка. И тогда, когда у нас будут уже недогадки, да, ты уже приняла это решение, что ты это делаешь. Поэтому так или иначе, ты сейчас, пожалуйста, сделай то, что я тебе сказала, да, то есть собери максимум всей этой информации, подготовься, все, высылай, мы посмотрим. Давай, мы забыли о самом главном вещи. У нас есть в этом сезоне команда. Команда. У нас есть команда. И мы с Сергеем сегодня займемся тем, что мы подумаем о том, кто в команду тебе подойдет, какие люди, по нашему мнению, тебе нужны, а как ты вообще сама считаешь, тебе кто нужен сейчас? Я думаю, маркетолог мне нужен. Маркетолог? Однозначно, да. Как у тебя с брендом обстоят дела? Ты придумала все себе, у тебя есть название, я только знаю, а помимо названия вы разработали все логотипы? Нет, этого нет. У тебя нету, вот, отлично. Значит, тебе нужен как раз человек по брендингу, который может тебе помочь с, я уже сразу вспоминаю наше собеседование, который может тебе помочь с концепцией, который может помочь тебе с фирменным стилем, правильно? Ну да, там вот эти всякие там этикеточки, нужны ценники, все это. Как ты где-то планируешь брать? Заказывать через полиграфическую компанию. Ну, да, но там у них должен быть какой-то дизайн свой фирменный, да, единый. Таких требований мне торговый центр не выставил. Причем здесь торговый центр? Это же твой магазин. Я не думала о брендировании этикеточков, да. На самом деле я рассчитывала продавать под брендами, под названием заводов-изготовителей товар. Под названием заводов-изготовителей ты планировала продавать их товар? Угу. А что твое тогда, кроме названия? Не знаю, ну бренд это как бы то, что-то, что производит все-таки, как по мне. Ну, например, все компании там, которые есть, которые производят бижутерию, они закупаются в Китае, да, и все там под своими торговыми марками Аксессуарайз и так далее пакетируются. В чем тогда ты? Ты просто назваешь... Расскажи тогда вот о своей компании, как ты себе это представляешь? Я не думала о позиционировании бренда. Смотри, человек к тебе приходит, смотрит цену, смотрит бренд, идет домой, в интернет забивает, находит дешевле и покупает. Сегодня это отличная такая история, очень распространенная. Фотографирует прям и тут же в интернете это находит, да. Вот. А если ты как-то под своим брендом, то это хотя бы как-то уже будет позиционироваться. Либо у вас у всех единая цена. А как это устроено? Ну, цена, да, примерно одинаковая, потому что я смотрю, сколько стоит подобный товар и рассчитываю держаться на этом же уровне. И дело в том, что другие магазины не продают под названием завода-изготовителя, и народ не знает, что это. А почему они не продают этих производителей? Ты не думала об этом? Ну, я понимаю, это именно по той причине, по которой вы и говорите. Поскольку у заводов нет своей розницы, у них нет розничных цен, в принципе, никаких цен не сможет найти покупатель. Мы раньше думали, почему люди, ну, очень мало продают красивых букетов, да. А все продают букеты из роз, красные розы охапками. Вот. А потом, когда мы в это, ну, что они не дураки, 90% рынка это вот розы охапками. Просто вот. Мало того, маржа в три раза больше. Да. Понимаешь, маржинальность может быть 300-400%. И не нужен даже флорист, чтобы их вот делать. Да, даже я могу. И все, все очень просто. Я просто понимаю, что название моего магазина никому ни о чем не скажет вообще ничего еще долгое время. А вот название завода можно зайти посмотреть и убедиться, что это не какой-то Китай подпольный. Это действительно уважаемый. Но одно другому не мешает. Даже если ты оставляешь название завода, к примеру, да. Тогда надо было франшизу покупать от какого-то завода. И очень четко, ну, как бы от него работать. То есть ты как представитель этого завода. Тогда четко, ну, все понятно. Мне кажется. Там не такие уж большие у них роялцы, зато они, может, скидки больше дают и так далее. Подумай еще. У тебя еще, кстати, на это есть время. Я думаю, что тебе мало того, что подумать нужно об этом. Все-таки поговорить с людьми, дайте вопросы и задать. А вот вы продавали такой-то завод. А почему вы его продавали не под своим брендом? И люди, опять-таки, все тебе расскажут. Не, ну, опять же, понимаешь, франшиза, это же не просто дается какая-то торговая марка. Это дается какая-то технология, да, как продается. Там масса рекомендаций, потому что у них опыт уже накоплен в своих сетях. Ну, знаешь, ну, это стоит того. Свет, я все-таки рекомендую тебе воспользоваться мыслью Сергея и все-таки поузнавать за франчайзинг. В любом случае, узнай. Тебе же это ничего не стоит узнать. Потому что у меня все-таки, ну, гармоничный вопрос. Во-первых, если никто так не делает, это не просто так. Во-вторых, не вижу смысла продавать под чужим брендом, не развивая вообще никак свой. Вот не вижу этого. То есть, честно, не вижу в этом ничего умного и не вижу в этом никакого развития. Потому что в дальнейшем нужно думать, что если у тебя все пойдет, а если ты сама захочешь франшизу продавать, понимаешь, это естественное развитие. Потому что именно деньги не в том, что ты в рознице будешь продавать. Деньги могут быть только в том случае, если ты станешь франчайзинг. Если у тебя будет интересная торговая марка сама по себе, понимаешь. Поэтому я бы об этом подумала. Смотри, в следующий раз мы с тобой встретимся, мы подберем Сергеем команду тебе. Посмотрим с тобой, возможно, в процессе обсудим, кто тебе нужен, либо решим это сами. Ты встретишься со своей командой, которая будет помогать тебе в развитии твоего бренда. Которая будет вместе с тобой, тебе будет гораздо легче, потому что вы сможете вместе общаться, совещаться. Они будут делать какие-то реальные действия, помогут тебе и с маркетингом, помогут тебе и с упаковкой и так далее. Мы посмотрим, кто это будет. И я думаю, что мы обязательно, как я уже сказала тебе сегодня, обязательно встретимся с людьми, которые занимаются этой темой, для того, чтобы получить интересный разносторонний опыт. Потому что я поняла, что все свои большие ошибки я совершала именно потому, что считала, что я самая умная и ленилась пообщаться с людьми, которые уже это прошли. Люди всегда могут посоветовать и сказать. Иногда, когда ты рассказываешь человеку, что с тобой произошло, он смеется и говорит, слушай, ну что ты меня не спросила, я бы тебе об этом сразу же рассказал. И я все-таки не за то, чтобы все шишки набивать самостоятельно. Понимаю иногда, насколько это глупо и зачем это делать. Но все равно свои надо набить. Свои надо, но хотя бы не все, знаешь. Хотя бы не полностью быть в климатовом. Главное не разбиться. Вот, но для этого ты пришла к нам. У меня к тебе только просьба. Ты так или иначе будешь делать, как ты считаешь нужным. Но я хочу, чтобы ты все-таки, раз ты к нам пришла, ты прислушивалась максимально. И чтобы мы избежали с тобой каких-то травм, которые могут тебя калечить. Да, договорились. Договорились? Не расстраиваться сейчас ни в коем случае. Ты сделала этот выбор, потому что вчера, да? Потому что ты что-то почувствовала. Мы рассказали тебе правду не для того, чтобы тебя сейчас убить, а для того, чтобы ты просто понимала, как это может выглядеть. Всегда в любом бизнесе, в любой сфере, везде есть победители, есть те, кто потерпели поражение, так или иначе. И если бы мы не пробовали, если бы не были те люди, которые бы говорили, а, ну максимальная высота прыжка 2 метра, все, значит, больше не прыгнул, то никто бы дальше не выигрывал. Ты выбрала это, ты, значит, интуитивно почувствовала. Сейчас твоя задача внимательно обдумать все, что мы сказали, сделать, выполнить, опять-таки, то, что мы сказали. Я думаю, что совсем скоро, все-таки совсем скоро, ты к нам снова приедешь, ты познакомишься со своей командой, ты уже расскажешь нам о том, что ты сделала по тем пунктам, которые мы тебя попросили. Я очень прошу, мы в новом сезоне решили, что если человек не выполняет наших домашних заданий и предварительно нам их не сбрасывает, не говорит, я сделал, я провел собеседование, я все узнал по франчайзингу, то мы с ним не встречаемся, потому что у нас немножко тупые разговоры получаются. Мы как бы говорим, что делать, а человек говорит, ну, извините, я как бы подумал, я полечусь как-то по-другому. Поэтому ты нам предварительно это сбрасываешь, и мы понимаем, что да, мы готовы работать. Я думаю, что неделю через две, не надо нам дольше сейчас затягивать, неделю через две мы готовы с тобой встречаться. Перед этим я хочу увидеть твои задания. Мы подбираем для тебя команду, и в следующий раз ты знакомишься уже с командой, с которой тебе будет гораздо веселее. Первое, собеседование провести с людьми, то есть дать вакансии провести собеседование. И обязательно для себя выписать, что интересного из этого ты узнала. Докопайся до того состояния к людям, не стесняйся вообще задавать любые вопросы. Прям вот ковыряй, ковыряй, да, не стесняйся, как следовательно. Докопайся до того, чтобы ты для себя получила какую-то информацию, чтобы тебе было понятно. И чем больше людей ты пригласишь, 10 замечательно, 20 вообще зашибись, 30 отлично. То есть нет такого пункта, что там два человека, это норм. Нет, это не норм. Минимум 10 человек должен быть, минимум. Второе, франчайзинг. Узнать за франчайзинг, да. Давай, например, у пяти производителей информацию получать. Поузнавать. В принципе, там через интернет можешь от 10 получить, да. А там встретиться с несколькими. Ну, она же есть в фабрике, которая ей нравится, она отобрала уже. Третье, пособирай максимально, какой ассортимент ты бы могла сделать. Проедься по точкам, посмотри, что еще могло бы быть. И поищи людей, которые могли бы тебе, узнай условия, с кем бы ты могла поработать на основе того, чтобы ты получала это под реализацию, с минимальным выкупом и так далее. То есть не с тем, чтобы выкупать максимально. Выкупить ты всегда успеешь. Это вообще прям. Никто не будет против, если ты придешь и у них купишь. Есть еще у нас задания? Достаточно. Это ключевые задания, которые ты должна выполнить. Да, я поняла. Вот, и давай договоримся. Перед тем шагом, когда тебе надо за что-то отдать деньги, ты пишешь нам. Условие серебряное, убрать вторую букву Н. Да. И убить его надо. Хорошо, что вы заметили, да. Убить этого человека. Когда-то, давным-давно, я выпускала первую книгу. Я ее выпустила, чудесно продала. Она у меня лежала на столе. И ко мне пришел, я не помню кто. И он говорит, Ольчик, а что у тебя агентство написано без буквы Т на обложке? Для меня агентство – это святое слово. И только Facebook и Т9 выбрасывают его постоянно. Но тогда еще не был распространен Facebook. И я смотрю, и я понимаю, что мы продали там тысячу экземпляров этой книги. Мы смотрели на нее миллион раз, но мы ни разу не увидели, что там нет буквы Т. А после этого я сделала наклеечку на книге, на оставшиеся экземпляры. Но я навсегда это запомнила, что бывает такое, что ты смотришь и тупо не видишь. Поэтому нужно всегда взлят со стороны. Точно так же и с бизнеса. Так что вперед и до встречи скорой. Спасибо. Так, Сергей, у нас сегодня с тобой ответственное действие. Мы с тобой так увлеклись нашей новой светой, что мы с тобой совершенно забыли даже в какой-то момент о том, что у нее должна быть команда. И как всегда ее нагрузили. Наверное, мы немножко расстроились просто. Немножко расстроились. Ну, давай, а то мы как-то так совсем ее напугали. В конце концов, то, что эта ниша не такая простая, не говорит о том, что победить в ней нельзя. У нее мало денег, чтобы в эту нишу ходить. И все-таки у нее зато есть мы и у нее есть команда людей. И, по крайней мере, она готова ко всему. Это очень важно. У нее розовых очков нет. Поэтому она готова. И сейчас, ребята, сейчас у нас начинается самое интересное, потому что сейчас мы будем в первый раз подбирать команду. По нашему мнению сейчас, что будет происходить из тех анкет после кастингов, которые мы оставили, это живые конкретные люди. А мы сейчас постараемся подобрать тех людей, которые, по нашему мнению, сегодня могут ей пригодиться. Давай попробуем. Давай попробуем. Если вас тут нет, но вы можете пригодиться, пишите в комментариях. Обязательно пишите, потому что если это действительно так, то вы придете обязательно и вы сможете войти в команду, пройдя опять-таки наше собеседование, кастинг. Если вы реально можете помочь, чем бы то ни было, своим опытом, компетенцией, то вы можете стать частью команды. Но сейчас мы будем рассматривать анкеты тех людей, которые были. Из Гастомеля у нас есть Лилия Олейник, которая занимается маркетингом. Помнишь ее? Так, СММ, пиар, копирайтинг Ирина, Минск, Беларусь. Так, Марина Ткаченко у нас была. Так, Марина Фотограф. Из какого города? Из Киева. Я думаю, что нам было бы очень хорошо найти фотографа из России, из Москвы. Из Москвы. Давайте, ребят, для того, чтобы мы все-таки, потому что онлайн фотографировать, к сожалению, мы не можем. Так, Лена Мичурина, помнишь, она занимается продвижением и развитием ютуб-каналов. Да, но не надо нам пока ютуб-каналов. Я тоже думаю, что пока нам не нужно. Нам инстаграмм не понравится. Так, это наш Игнат с кофе, он нам пока может только кофеюк набивать. Разработка инфографики, помнишь, построение бизнес-процессов, Анна. Да, помню, она отлично, она из России, из Дорога. Из России, из Кемерована. Вот, но он нам пока тоже я не совсем вижу. Так, фотограф не вижу. Юрий, пока я его сюда не вижу. Это все наши нет. Это нет. А что это нет? Я даже не знаю, кто нет. Это все наши технические ребята, организаторы. Дизайнер-новичок. У нас есть дизайнер интерьера. Нет, пока нам она тоже не нужна. Программист Игорь, пока нам не нужен. Алексей, пока тоже я не вижу. Так, психологи. Наверное, когда кредит закончится, понадобится. Так, бренд-маркетинг. У нас была Юлия Олитич из Белой Церкви, которая занимается бренд-маркетингом. Я думаю, что она нам в команду может подойти. Она говорила как раз об анализе ниши, о разработке логотипа, обо всех вещах. Давай пусть они попробуют встретиться, пообщаться. Потому что однозначно у Светы здесь проблема пока с непониманием себя как бренда вообще. Да, вообще она не понимает, ну скажем, свое УТП, она не поняла. Нет, она пока считает, что она просто будет продавать чужие заводы, и этого достаточно. Поэтому я думаю, что человек такой в любом случае ей нужен. И тут у нас получается, что как бы даже два маркетолога есть. Будет интересно вместе и Лилии, и Юлии, потому что темы смежные. Я думаю, это пока ее как раз лучший человек. Продажа управления и наим-персонала. Помнишь, Валерия? Конечно. Как ты считаешь, он ему сейчас нужен? Я считаю, что он может нам здорово пригодиться. Во-первых, ей понадобится нанимать все равно людей, пусть пока она там одного-двух продавцов. Но она этого никогда не делала, если то... Писать им инструкции должностные. Разложные инструкции. С тем, он занимается же продажами. Ну, не такими, не в рознице продажами, но все равно он занимается личными продажами. Я думаю, он сейчас очень обрадуется. Я вспоминаю его лицо такое светлое. Мы с ним сегодня, тем более, стали друзьями на Фейнсбуке. Я думаю, это был звездный чат. Валерий, это у нас есть услуги графического дизайна. Смотри, я думаю, что на самом деле, вот это сейчас идеальная команда, которая у нас есть. У нас будет Валерий пробоваться, да, за ним помогать. Есть с продажами, с нами, персоналом, с должностными инструкциями, с процессами. Особенно, да, особенно с продажами. Особенно с продажами. Второй момент. Это у нас будет Лилия, которая может заниматься соцсетями. И у нас будет Юлия Лидич, которая занимается бренд-маркетингом, и которая поможет упаковать, спозиционироваться, подумать. Я думаю, что этим троим будет вообще друг к другу очень интересно. Я бы не отказалась от хорошего фотографа, который бы помог все-таки сделать прерывно какие-то фотографии, потому что в те же сети понадобятся фотографии, в Москве. И в следующий раз ребята встретятся и уже вместе приступят к работе. Я думаю, это будет интересно. Прекрасно. Я только что закончила смотреть, в общем-то, монтаж выпуска. И могу вам сказать, что, как по мне, у нас получилось настоящее пособие по открытию магазина, точки в торговом центре. Я думаю, что если у вас есть такие мысли, были такие мысли, то вам этот выпуск крайне зашел, потому что действительно уже наш опыт работы в ритейле в течение года дал нам весьма много реальных каких-то объективных показателей. И мне будет очень интересно, если вы поделитесь, у вас есть такой же опыт, и вы поделитесь какими-то своими соображениями. Безусловно, крайне интересно узнать, как вы оцениваете те шаги подготовки, которые сделала Света. Как вы считаете, насколько этому анализу можно доверять? Сделали бы вы то же самое? Молодец на ваших глазах или не очень? И, конечно, мне интересно по поводу команды. Как вы считаете, может быть, мы неправильно выбрали эту команду? Мы еще можем это изменить, мы еще не снимали следующие выпуски, поэтому, возможно, кого-то вы можете нам посоветовать со стороны, когда вы смотрели на героев, вы только что закончили смотреть кастинги, поэтому для нас также ценно ваше мнение. Ну и вообще, мне уже так кажется, да что там, я уже уверена, что второй сезон, конечно, будет гораздо круче первого, потому что страсти разгораются неслабые, все приходят заряженные, все приходят с большими амбициями, и вопрос только в одном, до чего мы в результате сможем дойти, до чего смогут дойти наши участники, будут ли они соблюдать те рекомендации, которые мы им даем, и какие результаты мы в итоге получим. Я не скрываясь, Сергеем каждый раз говорю о том, что бизнес – это рулетка, и что если бы мы знали очень четкие алгоритмы, о которых, кстати, некоторые часто пишут в комментариях, скажите, пожалуйста, что сделать им конкретно, раз, два, три. Вот если бы были такие четкие алгоритмы, то, наверное, бизнес бы строился гораздо легче. Хотя, друзья, есть четкие алгоритмы, как похудеть, но ведь никто, все равно, но очень мало людей их придерживаются, а в остальном все время экспериментируют и пытаются, как-то через булочку, да все равно, чтобы худелось. Бизнес – это гораздо интереснее, экспериментальнее, рискованнее, и я думаю, что именно занимаясь бизнесом, мы и делаем свою жизнь такой насыщенной, интересной, безбашенной, то и дело рискуя то выиграть, то проиграть. Тут уж как у кого получится. Я еще раз хочу напомнить о том, что за самые яркие, классные комментарии мы разыгрываем мою книгу «Зажигалка». Вы можете не дожидаться ее розыгрыша, а заказать сейчас. Книга, которая заставит тебя захотеть, и огромное спасибо всем тем, кто пишет отзывы об этой книге, всем тем, у кого зад начинает все же гореть, и вы понимаете, что фигачит и херачит, ребят. Это прикольно, круто, и, как я уже говорила, это и делает нашу жизнь столь потрясающей. С нетерпением жду ваших всех комментариев. Не забывайте подписаться на канал, если вы смотрите наше видео впервые, для того, чтобы ничего не пропустить. Всегда жду вас в Инстаграме. Под видео есть масса ссылок, и как принять участие в шоу, и как стать участником команды, и как подписаться на наши бизнес-рассылки с Сергеем, чему можно у нас поучиться. Обязательно все это смотрите, читайте, потому что мы, ребята, без воды. Мы любим конкретно, не всегда приятно, иногда больно, но зато по существу. И я вам очень благодарна за то, что вы это цените и за это нас любите. Ну, по крайней мере, смотрите. Так что заканчиваю этот выпуск, потому что на носу уже следующий. Мы пошли готовиться, фигачить, херачить. И до скорой встречи, ребят. Пока!